Дисклаймер. Всё сказанное в видео всего лишь версия автора, начитавшегося фантастики 19 века, стимбанка, банка и просто Ка. Данное видео несёт сугубо информационно-фантастический характер. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вообще красивое здесь здание. За 30 лет откуда-то перевести, как написано в истории, что это всё разбиралось во Франции, в Англии и везло сюда и здесь собиралось. Это как-то, ну, типа того, что дом, что город создан для золотых приисков, что здесь жили рабочие. Сильно в этом сомневаюсь, друзья. Опять же я повторяю, что это всего лишь моя версия, моё видение. Друзья, а теперь посмотрим на улицу с сильной, с занесёнными домами, с крутым склоном вниз. Вот перед вами, допустим, участок, вроде как ровной улицы. Хотя здесь видно, что дома закопаны. Вот здесь вот видны окна в земле, стенки ограничившие вот эту вот глину, эту землю. Здесь вот, например, уклон вниз, первый этаж, как минимум, он занесён и вот ограничен землёй, уклоном вниз. А теперь перемещаемся вправо и смотрим на улицу, находящуюся внизу. Здесь подходит фраза «так точно не строят». Дом, располагающийся слева, и все, идущие вниз по склону, как и следующий дом, закопан на целый этаж. Откапывали вот именно по склону вниз и так и оставили. Видно, что идёт земля, которая перекрывает, например, окно наполовину. Ну, посмотрим всё это поближе. На второй этаж или даже на третий сделана лестница, а вход сделан из окна, это явно. Ещё один вход, тоже сделан из окна. Смотря вниз, мы наблюдаем ту же самую картину. Каменный дом с великолепными, красивыми, арочными окнами, зарыт весь внизу. Скорее всего, окна, которые были ещё в этой части, они уже заложены. А эти окна, видите, сначала вверх окна виден, потом половина окна, и потом почти целые. То же самое мы наблюдаем ещё ниже. На перекрёстке дорог, дома, которые опять же закопаны, и всё это продолжается ниже и ниже. Например, дом слева имеет целый занесённый этаж внизу. Видно, что по периметру откопана земля и ограничивается всё стенкой. Ещё также здесь можно заметить пристройку. А между пристройкой и храмом, ну, типа мост. Очередной, ну, типа храма, хотя я думаю, что это всё-таки далеко не храм. И здесь, естественно, даже нету никаких колокольн, никаких крестов. Зато хорошо видны антенны. Если мы посмотрим, первый этаж, где должен быть парадный вход, он весь находится внизу. Там немного откопали. А на второй этаж, на одно из окон готических, сделали вход. Скорее всего, это здание или это храм разделили пополам. Сделали два этажа. Также то же самое мы наблюдаем ещё ниже. Пирамидальная крыша, закруглённая, усечённая пирамида. И электрическая оградка, которая также является антенной. Вся эта картина наблюдается на протяжении всей улицы, которая имеет уклон вниз, постоянный уклон вниз. Откопанным верхом, чуть откопанным периметром вокруг дома. Ещё немного наблюдений. Это самая правая часть панорамы. На переднем плане мы видим крышу. Это вот, представьте себе, крыша, которая собой представляет усечённую пирамиду. То есть это купол сам по себе уже. С электрической оградкой по периметру крыши. С непонятным куполом посередине. А также мы видим, возвышается некая часовинка с куполом. А справа мы видим полноценную антенну с шариком наверху. Посмотрим на интересный купол. Он имеет восьмигранную конструкцию. И наверху такая круговая металлическая оградка. Симметричные рисунки ограды перемежаются шпилями-антеннами. Посмотрите, какие купола ещё вдали. Вот это здание круговое. Ну прям римский мавзолей. То же самое здание справа. Причём с колоннадой. Друзья, посмотрите, что это здание с колоннадой. Хорошо видно, что это именно античный стиль. То есть здесь античная готика. Два купола. Вы знаете, вот эти два купола по краям очень похожи на какие-то буддийские. Словно бы вот это буддийские ступы сверху, а внизу почему-то колониальный стиль античный храм. Что-то типа этого. А вот это здание очень похоже на восточный стиль, например, как вот Айя София. Типа этого. Ещё один дом или здание в готическом стиле, но это явно не храм. Потому что здесь нет ничего. А по признакам, да, вроде как храм. А вообще вот это место мне почему-то жутко напоминает наш московский Кремль. Чудов монастырь. Очень похоже. Множество куполов выглядит совершенно так же. Пару фото для примера. Конечно, отличия есть. Но и схожести много. И всё это сочетается, всё это, с готическим стилем. Вот как это так? А вот это место мне почему-то напомнило виллу какого-то богача. Прямо-таки Майами бич. И всё же на этих куполах я не вижу крестов. Особенно это хорошо наблюдается на отбрасываемой тени. Здесь не кресты, а просто какие-то шпили сверху. И это луковки, располагающиеся на длинных барабанах. Вдали дом с четырьмя куполами. Вот два купола, как ступы, как колокола. А по бокам, по краям располагаются вытянутые конусообразные. Рассмотрим их ближе. Посмотрите, какие грани. И у вытянутых, и у маленьких. А вот эти два, что посреди, действительно напоминают буддийские ступы. Это удивительно. Это что, буддийско-католический храм? Да ещё и в Сан-Франциско. Да ещё и в 19 веке фантастика. Вопрос на засыпку. Если кто знает официальную информацию о том, что в Сан-Франциско были буддийские храмы в 19 веке, присылайте данные. А так я не верю. А что здесь делает Римский пантеон? Храм всех богов. Правда, он снаружи другой. Этот больше похож на Мавзолей Августа. А рядом здание с башней, где сверху точно всё срезали. Там была, скорее всего, антенна. И справа античный храм, который мы уже разбирали. Какое-то смешение культур в одном городе. Да по сути дела, это всё разнообразные купола-генераторы. То бишь атмосферное электричество в Сан-Франциско. Друзья, ну чем вот несовременный вид города? Посмотрите, вот мне, например, это напоминает какую-то Москву советских времён. Чёрно-белую хронику, снимки. Вот реально, вот как-то похоже на это. Я, например, здесь вижу именно часть Москвы. Это настолько удивительно, поразительно. Как за десятилетия, там несколько десятилетий, отстроить такой целый город. Это явно, что дома не свежие. Они старинные дома. А здесь какое разнообразие куполов. Несколько видов, пирамидальных и рупорных. Потом похоже на какую-то китайскую. Рядом мы видим что-то наподобие православной колокольни. Словно я нахожусь в московском Кремле. Ну и ещё две странных башни, которые явно не трубы, а что-то другое. Справа ещё одно здание. Видимо, целиком привезли из Рима. Просто поразительно. А ещё здесь есть вот такие старые дома, старинные, которые в аварийном состоянии. Он явно не живой. Присмотритесь на окна. На его вид. На его верх. Что-то здесь делают. Наверное, восстанавливают. А рядом стоят деревянные временные дома. Такие окна. Из мелких стёкол. Эти дома явно старые. Они вновь привезённые. Сами представьте. Сколько надо кораблей, чтобы привезти хотя бы один такой дом. Это ведь нереально. И тем более, что в то время, как известно, таких технологий не могло быть. Вы посмотрите, они все старые. Особенно вот в трущобы, если глянуть, там всё грязное. А сколько здесь домов, которые многоэтажные. То есть, это реально настоящий каменный город. Стоящий здесь уже давно. Вот представьте себе. Например, вдали мы видим многоэтажный дом. Рядом располагается ещё один такой же. С высоченными окнами. А вдали мы видим пирс. Но почему-то, на фоне этого великолепия, этих каменных храмов, домов, мы видим почему-то какие-то парусники. Как-то всё не сочетается, друзья. А ещё присмотритесь, что вдали-то антенн ещё больше. Ближе к воде. На домах, даже на этих кораблях. Вообще просто поражает масштаб. Ну что ж, пройдёмся ещё по некоторым атмосферным технологиям. Вот, например, перед нами антенна. Надо сделать небольшую оговорочку, что всё-таки провода были. Сейчас вам покажу почему. Вот, посмотрите. Антенна. Сверху шар. Скорее всего, в нём какая-то жидкость с ртутью. Именно это устройство гоняет вихревые потоки. По сути дела, это накопитель потенциала. Далее волновод упирается в согласующее устройство. Он же является фильтром. И вот тут внизу крепится уже провод. Видно, что провода здесь два. Вот отсюда и вниз. Они как бы обвивают этот столб. Давайте посмотрим. Вот они идут, идут. Видимо, уже с той стороны. И потом показываются уже только к низу. Вот они. Это никакой не флагшток. Это явно не громоотвод. Всё-таки громоотводы устроены немного иначе. Пример молния отвода. Обязательно стержневые молниеприёмники. Обязательно сетка молниеприёмная. И, конечно же, заземление, которое как горизонтальное, так и глубинное. На этих домах я такого что-то не вижу. Молния и отводы. Коротковатые какие-то. Вот такие вот. И вот такие. Есть, конечно, очень экстравагантные. Даже похуже на те, что мы видим в атмосферных технологиях. Но кто сказал, что молния не является атмосферным электричеством? И всё же продолжим дальше. Рядом ещё одна антенна. Вот она начинается. И идёт вниз. Как всегда, такая небольшая оградка в качестве сетки Фарадея. Ну, видимо, чтобы защищать прилегающие такие же элементы от лишних наведённых излучений. Так, меня ещё спрашивали. А есть ли здесь жизнь? Есть ли здесь люди? Если мы присмотримся, то, конечно, есть. Вот, например, здесь телега. Дальше. Ещё. Там, скорее всего, человек стоит. Размыт немного. В общем, что-то есть. Но, друзья, очень мало. Интересная дорога. А ведь это трамвайные пути. Да, ещё один такой смешной момент. Под прошлыми видео мне писали всякие тролли, что это не электрический трамвай, не беспроводное, что там есть канатный желоб. То есть это канатный трамвай. Как видите, здесь ничего нет. Есть только два полотна. Всё, больше ничего. Зато здесь хорошо виден фонарь и его устройство. А здесь есть и мини-купол сверху, и сама колба фонаря, столб, цветочные клумбы со стержнями. Стоят ещё рядом какие-то маленькие, итальческие тоже, ну не знаю, как назвать, тумбы или что это торчит, из тротуара. То вот эти вот стержни, чтобы растение обвивалось и росло вверх. Как видите, здесь уже некоторые выросли, некоторые растут, а здесь только посадили. У меня такой вопрос. Да, вопросов много, друзья. Зачем для такого города, если утверждается, что не было никаких здесь электрических технологий? Вот такие вот высоченные столбы. Вы посмотрите, столбов-то здесь много. Здесь я указателей не вижу. Проводов я здесь много тоже не вижу. Например, вот тут точно виден провод. Вот один. И то он идёт куда-то к дому. Башня. Ещё одна установка атмосферного электричества. Посмотрите, по четырём сторонам стоят мини-купола в виде луковки, а сверху антенна. Причём на верху здесь ещё что-то есть. На каждой этой мини-антенне. Также здесь есть часы. Механические они. Или от какого-то электропривода. Я не знаю. Посмотрим подальше. Дым идёт. Завод что ли здесь какой-то. Или это пар. А вот вдали хорошо видно, что это колонча. Ну, правда, не видно антенны. Только чуть-чуть. Похоже, конечно, на маяк. Но для маяка слишком мало высоты. Тоже какой-то дым или пар. И везде стоят парусники. Ну, как вот так? Друзья, вы хотели, чтобы я вам показал ещё, где есть люди? Вот они. Ещё одна оживлённая улица. С натягом, можно так сказать. Потому что для такого города маловато. Здесь отчётливо видно, что идёт жизнь. Ну да, здесь кипит жизнь. А вам не кажется, что здесь даже машины едут? Вот, например, здесь. Значит, были не только телеги с лошадьми. Ещё один момент. Здесь есть провода. И это похоже на именно электролинию. И всё-таки мне кажется, что вот это точно какая-то машина. Совсем близко она размывается. Поэтому рассмотреть сложно. Но я здесь не вижу ни лошадей, никого. Зато на этой улице есть вот такой купол. Генератор. В виде, опять же, колокола. То есть, это похоже на ступу. Вот сколько я вам уже показал вещей, похожих на ступу. Слева антенна. Тоже здесь шар. И она высокая. Крепится вот к этому портику. А это что? Здание администрации. Тоже антенна. Башни со слуховыми окнами. Наверху антенна, друзья. Здесь ещё есть мини-пирамидки. Причём не только наверху, на этой башне, но ещё и на самом здании. Посмотрите, сколько их много. И у них сверху тоже шары. И здесь тоже. Слуховое окно. Да их тут много. Везде, посмотрите. Здесь антенна. Здесь. Ещё одна. Вдали. То есть, они повсюду. Со связью здесь точно не было проблем в этом городе. С электроснабжением тоже. На каждом, на каждом здании они есть. А как же выглядели трубы? А вот так вот. Это именно труба. Наверху копоть. Здесь написано Калифорния. Обычный жилой дом. А что же у него наверху делает часовенка? Зачем она здесь нужна? Удивительно, но вот здесь есть крест. А как вам вот такие элементы? Что это такое? На городских снимках я такого ещё не встречал. Зато я похожие вещи постоянно встречаю на буддийских храмах. Вот, к примеру, несколько фотографий. Храм Рамы. Комплекс 108 ступ. Средневековый замок. И даже на мечетях. На этом фото хорошо видно, что здесь соединены два резонатора гельм-гольца. Скорее всего и на крыше такие же. Комментарий Ильи по этому поводу. Здравия соратники. Огромная благодарность Макарову Евгению за то, что он очень наблюдательный человек и углядел очень замечательные вещи, замечательные формы на старой фотографии. А то, что он углядел, доказывает то, что технология атмосферного человечества была едина, потому что эти формы, назовём это резонаторы, всё-таки каскадные резонаторы, как я их называю, они присутствуют везде. И на куполах мечетей, так называемых мечетей, и на храмах Шивы, так называемых храмах Шивы по всему миру, где только есть. Я видел такие же тут Бангладеш в пути, такие же находятся в Индии, такие находятся в Азии, в Тибете и везде. То же самое с куполами мечетей, то же самое, как вы видите, и в Сан-Франциско 860 года. Это говорит о том, что технология была единая везде, одна форма, одно содержание. То же самое мы видим на навершиях так называемых печек, так называемых атмосферного электричества печках. Почему я думаю, что атмосферные электричества? Потому что они бывают очень маленькие, бывают очень большие, но у них у всех замечательные навершия. Именно по форме таких же резонаторов они копируют формой эти самые каскадные резонаторы, которые резонируют не только с вибрациями звука, но и с вибрациями эфира, потому что эфир следует за формой и за вибрациями. Это давно известный способ работать с эфиром. Это доказал Вейник, Шипов, Акимов и Ацюковский в своих работах. Вибрациями можно направлять эфир. Также эфир можно направлять формой. Форма определяет содержание. То, что одинаковые формы мы видим по всему миру, говорит о том, что по всему миру была одинаковая технология. И неважно, это так называемые религиозные здания, либо технические устройства вроде печек. Везде одно и то же. Спасибо коллеге и спасибо Евгении за великолепное наблюдение и находку. Пока. Это был Илья, канал Цельнозор. Заходите, смотрите его видео. Давайте все-таки разберемся, что это перед нами. Теперь внимание. Перед нами модули автономной энергоустановки. На каждом модуле связка из трех каскадных шаровых резонаторов. Принцип их работы на основе звукорезонанса, частотно-волновой структуры. В качестве сверхпроводника ртуть или ее соединение содержится в этих шарах. Автономная электростанция прямо на крыше дома. Вот что это. А вот другая автономка. Тут модули рупорного типа, как малые колокола. Принцип работы тот же, звукорезонанс. И наконец, на сладкое, автономные фонари. С очень необычной формой, капля. Но по сути это тот же шар. Значит, эта колба в виде капли светилась вся. Как вам такие штучки? Понравилось? Мне еще как. Нашел странное место. Очень похоже, что это просто дефект фото. И здесь пирамида. Опять купол ступа. Даже вверх такой же, как на буддийских. И вот еще одна. Побольше. Восьмигранная. Восьмигранный световой барабан. Слуховые окна. Как их называют еще фазоинверторы. На этом доме мы видим вазончик. И два провода, ведущие к соседнему дому. Крепятся здесь каким-то двум шариком. Вот посмотрите. Они идут сюда. И здесь где-то обрываются. То ли к столбу они крепятся, то ли еще куда. Вообще непонятно. Интересный момент, друзья. Здесь гнездо для антенны. А вот она сама лежит. То ли ее убирают, то ли ее хотят устанавливать сюда. А вот здесь провода уже есть. Видны, видны. Сюда идут, сюда. На столбы. А здесь уже много проводов. И наверху тоже есть провода. Сюда отходит к дому. Идет дальше. Мы здесь видим сочетание технологий. Остались прежние беспроводные технологии. И уже новым хозяевам, как и видите, пришлось ставить провода. Две антенны. Но здесь проводов нет. Провода идут только на новых столбах. Форма столбов достаточно примитивна. Не похожа на те самые беспроводные столбы с У-образной конструкцией. Тут эти столбы по той оживленной дороге, где, видимо, люди-то и живут. А на большей части города людей-то что-то нет. Ну, как-то для телефона линии слишком многовато. Посмотрите, какие они высокие и как много проводов. Что-то больше похоже на линию электропередач. А рядом с той самой антенной, с шаром наверху и с проводом, ведущим вниз, интересная крыша здания, где множество вазончиков. Ажурная, красивая ограда. Я уже не раз говорил, что это такое. Здесь множество элементов общей электрической системы. Множество антенн, волноводов, излучателей. А здесь внизу, вот эта вся антенна, сложнейшая, она вставлена в столб. Проще говоря, здесь разъем для подключения вот к этому устройству. На других стоят вазончики. Присмотрите, что сверху тоже мини-купол. Другого типа резонаторы. И по всей ограде они тоже идут. Вот, а представьте, что целая крыша с оградой, с антеннами, с вазончиками, это такого типа энергоустановка. А антенна может служить как радиосвязь. Да что угодно здесь можно передавать. Хоть телесигнал. Ну что ж, друзья. Если подытожить, то перед нами древний каменный город, который стоит уже несколько столетий, как минимум. Со множеством типов, видов, куполов, антенн, усилителей, излучателей, осветительных приборов. Это все связующие элементы общей энергосистемы. Получение энергии из атмосферы, из воздуха. Передача ее беспроводным способом. То есть город был полностью снабжен. Здесь не было проблем со связью. Ну, в нашем понимании, давайте думать, что это была просто радиосвязь. Хотя мы не можем сказать наверняка, что за связь была тогда. Также здесь много признаков занесения. Много еще неоткопанных областей. Кто смотрел прошлые части по Сан-Франциско, тот знает. А кто еще не видел, переходите по ссылкам в описании или наверху в подсказке. И небольшое дополнение по той самой антенне, великолепной, которую я вам уже показывал. Оказывается, здесь не только Эрбиевы усилители, но и сами излучатели. Они также усиливают сигналы. Посмотрите, еще один завиток. И здесь идет мини-антенна Вивальди. То есть распространение излучения здесь просто высокой интенсивности, высокой мощности. Усиленные неоднократно. Вот такая вот интересная технология. Где вы сейчас такую найдете? Ну, я могу сказать, что надо искать такие технологии на старых кланчах, которые могут сохраниться во многих городах, например, России. Ну что ж, друзья, на этом серия окончена. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Пишите ваши комментарии. До свидания. До новых видео. Продолжение следует...